Приветствую вас на канале, который посвящен горной рыбалке, экспедициям на водометных лодках и путешествиям по труднодоступным местам Сибири. Здесь я публикую полноценные фильмы с поездок, делаю обзоры снастей и экипировки, показываю всю прелесть таежных походов в абсолютно дикие места. Если вы еще не подписаны, настоятельно рекомендую сделать это прямо сейчас. Избавьте себя от бесконечного поиска качественного travel и fishing контента на YouTube. Также приглашаю посетить мою страничку Instagram, Виталий Бешко. Там много фото и видео, не попавших в фильмы. К тому же вся информация о поездках появляется значительно раньше, чем выходят ролики. Ребята, мы едем по Новосибирской трассе, выехали из Барнаула, проехали 56 километров. Впереди нас ожидает какая-то туча грозовая. Но нам это все нипочем, потому что мы едем в ТАИУ. Потому что мы банда, а называться наша банда будет БЕШ-АЛТ. Виталий Беша и Алтай Фишинг. Пишите в комментариях, как лучше звучит БЕШ-АЛТ или АЛТ-БЕШ. В общем, парни, я снимаю на новую камеру Osmo Pocket. Посмотрим, какое качество, как она работает со стабилизацией. Все-таки трехосевой стабилизатор здесь наикрутейший. Ну, кстати, мне нравится. Я вижу сам себя. На GoPro это невозможно. А сколько она стоит? Первый вопрос. Ну, я со скидками отдал 25 тысяч за нее. Но это очень дешево считается. Это очень дешево. Один стабилизатор на GoPro на седьмую стоит больше десятки. Я знаю. Самое главное, что она очень мобильная. Ее в любой карман суешь. Всегда достаешь 3 секунды, 5 секунд. Она включена. Все. Да, круто. И на долгое интересное батарейки хватает. Ага, знаешь, в чем прикол. Открой коробочку. Минут на 40. Вот эту штуку достаньте. Вот эта специальная штука. В нее вставляешь и можно снимать дальше. Он как пауэрбанк. Можно заряжать, а можно просто вставить и снимать вместе с ней. И вот такой комплект. Вот за это все я отдал около тридцатки. Круто. Мне нравится. Я тоже хочу. А Дэн купил себе новую GoPro. Ну-ка, Денис, расскажи, что там за история. У меня была точно такая же GoPro, купленная перед Новым годом. Почти за 40 тысяч рублей. И я ее нечаянно утопил в Телецком озере. Смахнул с лодки. И глубина там около 200 метров. Ее никак не достать. И обратился к подписчикам. Говорю, ребят, ходи, чтобы я дальше снимал. Скиньте себе новую GoPro в таком шуточной форме. А ребята реально взяли и скинули. Кто тридцать, кто сто рублей. Кто-то даже полторы тысячи. И есть добрые девочки, которые скидывались. Даже по косарю мне скидывались. Понимаете, девчонки. Это вот так они меня и любят. И хотят видеть мои прикольные ролики. Про рыбалку, про охоту, про путешествия. Я вот вчера пошел и купил новую GoPro. GoPro, флешки и буду снимать. А тут Виталий говорит, что такая вот камера у него какая-то крутая появилась. Вот она вот так вот называется. Вот так называем. Ух ты, тут всяких притчиках. Наверное, вот так она называется. Это фильтр. Называется. И чай, и осмопокет чего-то. И я теперь тоже захотел такую. Но GoPro всегда нужна. Потому что эту камеру, не знаю, на шлем или на голову не прицепишь, да? Нет, нет, конечно. Вот, а вот эту прицепишь. У меня седьмой GoPro нету, но есть шестая. Мне она очень нравится. Я вот раньше очень часто снимал с груди. GoPro 3 у меня была. Но она без стабилизации. А на шестерке такая стабилизация. Мощнейшая. Мощнейшая. Вот на семерке еще, значит, мощнее. Да, да. Я даже видел с GoPro, когда снимаю с груди, не стабилизирую. Вот с GoPro 6 со своей. Ну вот. А на семерке, наверное, еще лучше. Вот, друзья, мы уже давно едем по Кемеровской области. Выезжаем на трассу Белово-Кемерово. Проехали 292 километров, как я засек. Средняя скорость 83. Время движения 3,5 часа. Средний расход 12 литров. Ну, как обычно. Едем достаточно быстро. Трасса более-менее хорошая. Свободная. А парни наши уже подъезжают к Киргачам или Киргакам. Звонили сейчас. Мы там будем утром часов 8-9. Пока все здорово. Самочувствие хорошее. Едем, разговариваем. Ехать только всю ночь. Ну, что не сделаешь ради хорошей рыбалки. Хорошего, качественного путешествия. Сторисы пишут. Сторисы. Виталя тоже снимает. Ребята, вот такая вот жизнь блогерская. Все время с камерой надо быть. Проехали мы... 300 километров. 300 километров. А надо проехать почти 1800. Вот осталось 1658 до места. Сейчас с Кемерово заправимся. И надо денег с карты снять. Потому что там наверняка нужна будет наличка. Для начески, для заброски бензина. Едем по автомагистрали. До Кемерово осталось километров 40. Поэтому можно валить немного быстрее, чем мы привыкли. А улица уже темнеет. Этим маршрутом ездил я три раза. Вот такой вот холдог, ребята. На Гасхольдой продается. С огромными сосисками. Какие кузаица лучше. Время бережем. Не останавливаемся в катушках. Едем. Еще ехать. По 3000 километров. Приятного аппетита. Проехали 584 километра. Подъезжаем к Шарипово. Ну как подъезжаем? Еще километров 100. Время почти 2 часа ночи. Проехать нам нужно сегодня еще минимум 500. Скоро уже будет светать. Нас греет мысль о рыбалке, о путешествии. О приключении. А где-то батарея идет. Ха-ха-ха-ха. Друзья, мы прокололи колесо. Датчик давления показывает, что уже 1,3 в заднем левом колесе. По близости нет никаких городов. Поэтому нам сейчас придется остановиться. И либо ставить запаску, либо пытаться ремкомплектом заклеить колесо. Это конечно выбивает нас из графика, но ничего не сделаешь. Да, непредвиденное обстоятельство. Прокололи колесо. Будем менять. Пришлось поставить запаску. Колесо пробили камушком. Вытащить его не смогли. В общем поедем на... О, дождь пошел. Вовремя мы все это сделали. Довольны. Едем дальше. Ничто не омрачит наше путешествие. Даже пробитое колесо. Туча. Туча идет. Дождик начался. Ну все, мы поехали до ближайшей шиномонтажки. Правда где он находится никому неизвестно. Сейчас будем гуглить, смотреть. Все. Время 5 утра. Мы нашли шиномонтажку. Сейчас мы достанем ее с багажника. Вот она. А кто молодец? А кто молодец? Да он молодец. Увидел. А ты как молодец? Вижу все. Попробуй достань ее. Пиво не поли. Пиво ты что считаешь? Тема. Я взял еще секретку, убрал в самый низ. Все нормально. Починят нам колесо сейчас. Сделают заплатку на него. И помчимся дальше. А то мы уже и так из графика выбились. Поэтому опаздываем. Ну ничего страшного. Успеем. За 600 рублей нам сделали колесо. И спустили давление в остальных трех колесах до 2 атмосфер. Потому что сейчас впереди у нас будут гравийки километров 100-200. И чтобы больше не допустить такого конфуза, я решил колеса вон немного приспустить. А теперь едем дальше. Следующий контрольный пункт Шира. Потом Абакан. Потом Кызыл. Хакасия встречает нас дождем. Плохо это, конечно, плохо. Вода в реках и так большая. А тут еще и дождь. Еще приуныл. Ничего, нормально. Нет. Спать захотел? Нет. И есть захотел? Нет. Все ништяк? Нет, там тоже пирожок. Газпромовский. Я пока заберегу. Заехали мы в Абакан. Тысяча пять километров. Нам здесь нужно заправиться и ехать дальше. Да, Кызыл. Короче, мы так еще и не спали. Второй раз только заправляемся. Погода шепчет. Видать, все будет круто у нас. Размяться. А то мы с момента ремонта колеса не останавливались. С машины не вылазили даже. Может, по булочке? Ну, что ты не хочешь? Здрасте. Здрасте. До полного шестая колонка дизеля. Шестая ДТ. За наличный решение? Нет, по безналу. Скажите, литраж, чтобы на какой-то сумму что-нибудь? Литраж. Давайте включим 80 литров. Шестая ДТ, 80 литров. Попаду тысячки, и ухудши такой, и ухудши такой, и ухудши такой, и ухудши 760 литров. Что-то мало. Кто-то нам посигналил. Я приезжаю, первый раз в жизни, в реке Енисеи. А это никакой не Енисеи. Ну, сейчас будет, это была репетиция, сейчас будем переезжать в настоящую реку. Да, вы сейчас смотрите, если Енисея сможет, вы пофламеты, блядь. А ты онлайн, что ли? Ну, я сторис с этим все. Ну, надо удалять. Не буду удалять. Ребята, предыдущий кадр был киноляпом небольшим. Какая-то. Напугался, блядь. Я тоже. Вот он, Батюшка Енисей. Ух ты, какой большой. Вот это да. Сколько воды там много. Это плохо. Это настоящий угол. Настоящий малый Енисей. Здоровенный какой, а, ужасно. Вода грязная. Мы пойдем вверху, это чистое даже. Так, едем на Минусинск. 22 градуса на улице уже. Хотя время 9 часов утра. Похоже, что у нас получится видео именно об автопутешествиях. Я не знаю, интересно это людям смотреть или не интересно. Ну, так-то интересно, все равно, наверное, да? Конечно. Ладно, значит, будем снимать. Я держусь. Дети шутки в пути. Что ты мучишься, не пойму, блин. Я видел, что ты сейчас спал. О, река обратно, ой, мы ее проезжали уже. Ну, по кругу едешь. Давай поспим по 30 минут. Сбей, стей. Хоть на жаре будет пустах. Нормально ездить. Если ты с таким скоростью первый раз, будешь ехать? Да, я посплю. Я так и еду, вот у кого? Я чую сразу, когда всякая движуха. Я вижу. Сеть чую сразу. Я специально притормозил маленько. Рай. Раза глазенки открыл, тогда я не сплю. Все уже на руках другой рельеф, елки, да. Так, тайга, уже красиво здесь. Серпантины начались. До Кызылы 210 километров. Все, туннель тут скоро будет. Хремет, Ергаки, снег лежит. Красиво. Сейчас будет площадка. Место для остановки будем останавливаться. Смотри, тучи. Да, да, наверное, будем. Прям на уровне тучи. Шестое, да, ну, с ней еще не расставил. Офигеть, какая красота. Что, мы же остановимся? Да не знаю. О, тоннель какая-то. Давай остановимся. Хватит все. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видимо пожар был много лет назад Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двойные это что такое? Ну это фрегат Такой есть? Конечно У них прицепка ненадежная если честно Не маленькие колесики потому что Водка там такая Такую не перетащишь если куда там Нет ты что фрегаты они тяжелые Ну вот ребят асфальт закончился окончательно Началась вот такая дорога цепная Гравийная Не очень хорошего качества Я приспустил давление в шинах Чтобы было ехать помягче Делал двоечку грубо говоря Да чуть было мягче ездить Да мягче Конечно было два и три Стало два конечно мягче Грузовики возят что то да? Да вот эти грузовики возят Не знаю то ли какую то руду Обогаченную или нет я не знаю Принимаемся в перевал какой то На улице похолодало до 14 градусов прикинь Красоты ты вы как на ладони Вот спускаемся туда вниз и практически приехали Может быть здесь пониженную включить Чтобы не разгонялась машина Да Ну ага Матрал Укатимся Шишки рвут Тут были прям серпантины серьезные Когда этот и есть в крайний раз На самом верху Здесь очень крутой спуск Притормаживаю иногда проскакивают колеса даже Включил пониженную передачу принудительно Что то Дэн я уже запарился ехать отвечаю тебе блин О Кстати ровно сутки как мы с тобой выехали с Барнаула 18 часов 23 минуты С ленты мы выехали примерно в 18 и я засекся почти сразу И после этого мне будут говорить что здесь рыбу ловить нельзя Все вот мы и приехали Сейчас здесь паромная переправа И буквально на той стороне уже деревня Торахем Проехали мы 1610 километров Время 19 часов 43 минуты То есть 25 с половиной часов мы ехали Это конечно было тяжело Жесть короче вообще Воды там много Что вода прозрачная? Ну не такая же она и прозрачная конечно Пойдет не так Паром через Енисей Смотри рыбачит прям с парома что ли По одной машине будет возить на среднем Как бы Как бы Как бы на маркер не объединяю Нижние камеры Их пьет она Как камеры заехали? Хорошо Паром идет за нами Сейчас узнаем сколько стоит переправа Парни наши благополучно переплавились Здрасте Здрасте 350 350 350 Сейчас рассчитаемся Вода большая сейчас считается или нет? Да Дожди были? Угу Приехав в Торахем мы заселились в гостевой дом С ночевкой в котором договаривались заранее Планируемый маршрут по воде рассчитан на 6 дней И составляет 800 километров Бензин на весь путь мы сами увезти не в состоянии Поэтому договорились с хозяином дома Дмитрием О заброске части бензина на его деревянной лодке До устья одного из притоков Дмитрий местный житель Он уже много лет помогает туристам, охотникам и рыбакам С заброской верховья большого Енисея и Хамсары Виталий, конечно, мои только вещи, которые можно мочить, выкинул И башмаки эти вот, пусть с дождем залет На Павла иди Вот эти вот Да, иди на Павла На берегу ты был веселее Он меня учимлял всю дорогу Полтора суток Это для меня было ад Я уже готов был Не знаю Не сел бы в этот вот сюда Я бы куда готов был суть Завтра у тебя Дождь пойдет, Владима льет Я меня только не буду И залопы пилить Ну все, друзья Утро первого активного дня Сейчас мы отсюда выезжаем И едем на стапель Заливаем бензин Собираем лодку Все укладываем И идем по Енисею Все канистры залиты Получилось немало 470 литров Начинаем Сборы, разборы 240 литров Оставили Для заброски Остальное Берем в лодку Вот это все Нам сейчас нужно Уместить В нашу лодку Выдра Так, ну все, господа Мы уложили все в лодку На глиссеры выходим Но с трудом Не знаю, какой вес везем Вес большой Поэтому сейчас Я ставлю машину И мы будем Стартовать Парни наши Уже ушли Мы немного Подзадержались Но у них, как вы поняли Лодки ехали Накаченные На прицепах Мы везли лодку Собранную И уложенную В прицеп Мы начинаем Свой маршрут По Енисею Сегодня воскресенье В субботу Мы должны вернуться Здесь я бросаю машину Ну все, тогда До свидания Стартуем Ты готов? Доволен? Сейчас Надо выйти на воду На берегу Жарко Мухи Ну все, господа Все готово Мы Стартуем Все Я готов Пробуем вдоль бережка На этом первая часть фильма о путешествии в республику Тыва заканчивается Впереди шесть незабываемых дней с рыбалкой, экстримом и жизнью в тайге Если досмотрели этот выпуск до конца, значит вам близка тематика путешествий по труднодоступному уголкам нашей необъятной страны Смею предположить, что вы уже подписаны на мой канал, поэтому скажу только одно Огромное спасибо за просмотр и за поддержку моего канала В следующей части вы увидите, как наша команда в составе восьми человек на четырех лодках покоряет просторы ТВ Увидите замечательную рыбалку, таежный быт и много других красивых кадров